Хоба! Ну, наконец-то! Привет, с вами доктор Влад! У меня с утра опять компьютер не зафуричил, и вот я сколько сейчас у нас времени... А сколько у нас времени? Что-то неправильно показываю. 6.20 у нас время, а я начал где-то полтретьего, и вот восстанавливал, опять уехал в декабрь. Никак у меня этот год не идёт! Вот в декабрь опять уехал, ну вот сейчас ещё много восстанавливать чего, но попробую сейчас... Ролик зачитать, а то вы там, наверное, скучаете уже. Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Навальному. Вот они прямо атакуют этими запросами по Навальному. Там отметили, что ответ на запрос, направленный 27 августа, пока не поступил. Ну, ещё один направьте. Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального. Правильно? Я всё сказал. Ну да. Ну, врачи имеется в виду, это немецкие, в России-то нет врачей. Они опровергли выводы омских учёных в том, что у Навального резко изменился уровень сахара в крови. Собеседники уверяют, что докторы должны были сразу... Доктора должны были сразу увидеть признаки отравления. Вот так, ребята. Ну, всё понятно, да? Я по-быстрому. Панфилова. Некоторые наблюдатели на выборах проявили беспрецедентный уровень хамства. Да, их там выгоняли даже. Они пытались следить за тем, как проходят выборы. Ух, какая! Панфилова. Шерон Стоун посочувствовала Трампу и заподозрила у него детскую травму. Хи-хи-хи. Так, об этом сообщает Телеграф. Я думаю, что у него была детская травма. Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и подчиняет себе боль. Вредный какой, да? Почему я, мужчина, не могу вести дочь в женскую раздевалку, ведь маму ведут сыновей мужскую, тем более после пандемии? Я вообще не понимаю, о чём здесь разговор, но вот меня что-то заинтересовало. Яндекс Дзен. Помните, какое самое частое высказывание от женщин, когда они прутся, другого слова не подберу, в мужскую раздевалку с сыном? Но ведь он уже большой ребёнок, ему в женскую нельзя. Знаете, о чём они беспокоятся? Чтобы не сделал душевную травму сыну в женской раздевалке. При этом они не напрягаются, что сами идут во взрослую мужскую раздевалку. И вот тут я вообще не пойму ситуации, как это так? Раздевалки туда, и где они вообще раздеваются? Это в бане, что ли, или в душе? Дорогие женщины, есть несколько моментов, которые напрочь разбивают ваши теории, почему вы идёте в мужскую раздевалку. Отправив ребёнка в раздевалку, вы всегда можете встретить его на выходе. Вы можете попросить присмотреть за сыном взрослого человека, идущего в раздевалку. Вы можете попросить уборщицу или персонал спорта учреждения присмотреть за сыном. Ну вот я не знаю, есть такие проблемы, я что-то об этом не слышу. Но я не хожу никуда, ни в какие души, ни в бане тоже не хожу. Ну странно, меня вот как-то это заинтересовало. Популярный российский блогер раскрыл заработок на ютюбе. Автор популярного ютюб-шоу «Плюс 100500» Максим Голополосов рассказал, сколько зарабатывает благодаря видеохостингу. Ну вот он рассказывает, значит, по словам Голополосова, несколько лет назад монетизация канала по партнёрке YouTube, ну как у меня, приносила ему от 2,5 до 5 тысяч долларов. Ого! Однако в последние месяцы доход не опускается ниже 6 тысяч долларов. Думаю, кто такой? Начал смотреть. Оказывается, вот у него вот телеканал, что называется, да? Ну у него, ребят, у него тут 970 тысяч подписчиков. Мало того, вот дальше он говорит. Автор шоу добавил, что эти деньги не покрывают расходы на производство видео. Канал живёт за счёт рекламных интеграций. Ну я так понял, что он просто фронтмен. А у него там полно-полно народу работает. А я вот тут один, вот у меня сломался компьютер. И всё. И до свидос. И никого, и ничего. И кто мне поможет. Я вот смотрел у Саши Сотника, да? Кстати, вот глянуть, сколько у него сейчас народу. Ну-ка, ну-ка, eBay. Вот Саша Сотник. Ну он тоже говорил, у него там целая команда работает. Вот у него 550 тысяч подписчиков, да? Недавно совсем было 200. Ёлы-палы, как им хорошо, да? У них там целая команда, а я тут один вкапываю. И причём у меня, у меня даже близко не подходит. У меня к 500 даже не подходит в месяц. Нет, даже, даже, даже. Я уже когда-то рассказывал. В подвале здания в центре Москвы нашли человеческие останки. Ну, остался кто-то. Ну, чё тут теперь? В общей сложности в помещении в центре Москвы найден 41 фрагмент костей черепа, 17 частей трубчатых костей. Нормально так, да? Вот так вот. В подвале здания. А что это за здание? Замоскворецкий район, Московский департамент торговли и услуг. Ну, пришли за услугами, там и остались. Ну, скапливалось потихонечку, это надо понимать. Рыбак за сутки поймал на удочку 2645 рыб и побил мировой рекорд. Это дикость, ребят. Это чушь несусветная. За сутки, да, поймал, это значит в час он ловил 100 штук. Профессиональный рыбак из американского штата Иллинойс, это наш. Джефф Колодзинский выловил 2645 рыб за 24 часа и побил лично мировой рекорд. Ребят, тут что-то не то, не может такого быть, не может такого быть. Ну, это что, я говорю, за минуту 100 штук, да это не успеваешь даже забрасывать. Ну, вот, в общем, какая-то чушь. Что-то здесь не то. А что, я не пойму. Ладно, хорошо. Мавзолей Ленина передумали переделывать. А, хотели сделать Вовин, да, оставили Ленина. Ну, и ладно. Ну, пускай так будет. Власти США потребовали объяснений у Диснея из-за съемок «Мулан». Из-за съемок «Мулан». Какой-то фильм «Мулан» они снимали и на территории китайской провинции Синьцзянь. Оказывается, там располагаются лагеря, в которых китайские спецслужбы держат более двух миллионов уйгуров. Вот так вот, ребята. Обращение к создателям фильма было поддержано членом Палаты представителей. Напомним, что в лагерях, где представители национальных меньшинств перевоспитывают, в кавычках, «идеологи КНР», заявила ООН. Китай опроверг это заявление, сообщив, что такие лагеря отсутствуют на территории страны. Ну, это как Путин тоже. Чего вот они дружат-то, да? Тоже врут. Ну, там, конечно, у уйгура есть там офигенные концентрационные лагеря. Чем закончилось скрещивание шимпанзе и человека? Меня заинтересовало какой-то биолог Илья Иванов. Еще в 26-м году его направили в Африку, чтобы он провел искусственное оплодотворение самок-шимпанзе с именем человека. Ты-ты-ты-ты-ты. И вот он попробовал, Академия наук выделила 10 тысяч долларов. Однако по прибытии в Африку Иванов узнал, что там имелись лишь шимпанзе, не достигший половой зрелости. Поэтому эксперимент был перенесен на 27-й год. В феврале Иванов оплодотворил двух самок-шимпанзе с именем неизвестных доноров людей. А потом еще одну, да? Но ни в одном из трех случаев беременность не наступила. Коллеги ученые не встретили эту идею с энтузиазмом. Планом Иванова так и не суждено было сбыться. Так что ничего не вышло. Мне не получается. Россия даст Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. Ну это вот вчера, да? Они выступали, выступали. Ну в смысле они между собой там совещались. Путин поддержал идею проведения в Белоруссии конституционной реформы. Белоруссия первая получит партию российской вакцины и так далее. Российские войска, прибывшие в Белоруссию для проведения учений, после их окончания потянут территорию Белоруссии в плановом порядке. Разбирайтесь сами, короче. Ну я не верю в это, я Путину вообще не верю. Посмотрим, что будет. Немецкие врачи и Навальный может вставать с койки, его состояние улучшается. Это Варламов тут накопал где-то, да. Он встает с койки, ребят, это еще ни о чем, понимаете. Пока других просто сведений нет, я специально искал. Так, началось пандемия-2. Все знакомые в один голос говорят, что ближе к 20 сентября Москву снова закроют. И опять пошло-пошло, цифры большие. Огромные цифры, ребята. Вторая волна. Улица Кадырова. Вот интересная тоже статья живого журнала. Как и неслыханной победе русского национального движения мне тут сообщают, что на выборах вчера где-то в Томске победил настоящий русский националист. Одна штука. Вроде бы там же победила и пара навальнистов. И даже партия «Новые люди» какие-то, да. А мне по какой-то прихотливой ассоциации вдруг вспомнилось про улицу Кадырова. Смутно так. Вроде бы давно, лет 15 назад была какая-то забавная движуха. Именем Кадырова решили назвать улицу в Москве. А вся общественность сильно этим возмущалась. Люди писали гневные статьи, посты и петиции в ООН. Вдруг захотелось узнать, чем же дело закончилось. Ну и что вы думаете? Ничем. Вот она, родимая. Улица Кадырова названа в 2004 году в память. Бла-бла-бла. Я даже пробил по Яндексу. Да, есть такая. А вся общественность что сделала? Правильно, утерлась. А вы Ленин? Ленин. Просто я живу на улице Ленина. Меня зарубают время от времени. Не обессудьте. Да, ребята? Вот что-то там какие-то выборы, кого-то там выбрали. Да фигня это все. Ученые нашли в облаках Венеры признаки существования жизни. Ну я не буду целиком читать, я и так уже заболтался. Я устал, ребят, я с двух часов тут пошел, этот компьютер дурной делаю. Пьяный белогородец зарезал сожительницу, выбросил ее тело на улицу и лег спать. Ну нормально так. В Белгороде, да, подозревают его. А что подозревают? Ну вот, да. С утра нашли соседи это тело, вызвали сотрудников. Нормально, да. Парень с девушкой в Новосибирской области задушили таксиста, а затем утопили его тело в реке. Ну вот такое развлечение. Я коротко, ребята, коротко. А это вот что такое-то? Твиттер у меня опять что-то не пашет. А что, вообще твиттер не пашет? Сейчас попробуем еще разок. Ну хоть посмотрим, что тут было. Так, Николай Гумилев был расстрелян по делу Петроградской боевой организации. Полностью вымышленная в ВЧК организация. Расстрелян 99 лет назад. Сохранились 253 тома уголовного дела. Угадайте, сколько из них до сих пор секретно? 250. Так, профессор Талк. Абсолютно на всех выборах в РФ победили губернаторы из Единой России. Хороший выбор россиянин. При таком народце нынешним властям ничего не грозит еще лет 200. Тетя Роза. Там на этом Западе совсем оборзели. Санкции лепят уже даже не за отравление, а только за попытку, лишь бы повод найти. Ну вот про Навального, да? Так, Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили скидки на нефть вслед за Саудовской Аравией. Опять нефть дешевеет. Помню цыплят из СССР. Синяя птица. Тощие синеватого цвета. То ли дело сейчас. Красота. Красивый, толстый, мясистый. Но! Помнится варежь бульон из СССР. Запах на 5 этажей. Бульон красивый, желтенький, с жирными звездочками. Вкус. А теперешний. Ни запаха, ни цвета, ни вкуса. И последнее. Вот так вот сейчас мы сделаем. Отдельно его откроем. Однажды космонавта Валентина Лебедева спросили. В чем подвиг Гагарина? Он ответил. Вы видели 10-этажный дом? Представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее со словами. Юра, ты обязательно вернешься. Мы все посчитали. Да, ребята, вот это признак Гагарина. Ну что? Ага. Все. Что еще? Черныш, новые ворота, цветы, орехи. И вот тут у меня Миша стоит. Миша стоит. Миша хочет гулять. И поэтому я сейчас все это дело запакую. Но сначала погуляю с собаками. И вам это все предложу. Пока-пока. С вами доктор Влад. Не скучайте. Только открыл дверь. Он тут как тут. Сразу же. Ежесекундно. А время? Так. 20 минут четвертого. Утро, разумеется. Доброе утро. Сегодня у нас какое? 14 сентября 2020 года. Нагулялся, да? Он все. Будешь отъедаться, приходить, да? Черныш, отъедайся. Что значит нагулялся? Все, подъел, подошел ко мне. Мол, мяу. Давай, я еще есть хочу. Вот до чего гулянки добудет, да? Черныш, сейчас насыплю. Спи, наш охранник, спи. Мы с сыном варим ворота. Перевариваем, точнее. Так. Ой, нет хуже. Работать в подсобниках. Здесь потихонечку один делаешь и делаешь. Ну и ладненько. А здесь. Пап, нужно то-то, то-то, принеси то-то. Отнеси это. Пап, не хватает электронов. Пап, и петли не хватило. Ну, елки-палки. Ой. Мазар что, не созрел? Нет, нет. Видно, что он еще не созрел. Он еще зелененький. Так. А вот этот вот. Почти созревает. Красава севера. О! Хороши гроздья сейчас, хорошо. Я не собираюсь, мне предлагают, мол, Володь, там еще есть, там такие сады виноградами. Спасибо. До конца моей жизни мне эти садов хватит и останется. Ну-ка. Ой, ой, ой. А здесь-то что делается? Я вам так примерно покажу. Покажу. Вон там кишниш-то претется. Вон он где. Вон он где кишниш. Сегодня его весь заберут. Ребятки, сегодня его весь заберут. Всем внучки, детям, садам. Сватам. Сватам. Ну, всем. Так, чтобы полюбоваться хоть на него. О, здесь как раз. Иш-миш вместе с гроздью любительского. Ха. Здорово, да? Хоть полюбоваться на него в последний раз. Ну, умеется, они же заберут его не весь. И тем не менее, ой. Вот так мне нравится смотреть вот на эти грозди. Хорошие мои, так. Такое удовольствие получаю. О-хо-хо-хо-хо. Ну, как же, как же. Замечательно. И что мы сейчас делаем? Перевариваем обороты. Точнее, петли на оборотах. Дед уже устал. Ходить в подсобниках. Вот видите, здесь у нас сварочный аппарат, я не пойми что. Ну, ладно. Измеряйчики, хреновы. Давай, Шириля, измеряй. Нормально все. Ровно, я так вижу, что ровно. Все. Шей гвоздем. А по низу, кажется, клюет, да, Андрюш? Да. Дед, что тот ворчун. Вот нижние петли переварить и все. И будет все в норме. А то, видишь, надо ворота выровнять с калиткой. Не надо ничего выравнивать. Какие глупости. Попараться. Блин. Я что-то прохожу все время мимо этих роз. Они ведь прекрасные. Это плетистые розы. Вот видите, какая красавица, а? Там вместо меня бабушка делает, помогает сыну. Все. Говорю, давайте. Делайте. Без меня. Сын там варит. Ага, вижу. Все. Все. Причем она редко подает команду. Глаза. Сын варит. Приваривает последнюю петлю. Нижнюю. И все. Я считаю, что все нормально. Знаете, кого не хватает? Сейчас скажу. Не хватает барана. Знаете такое? Как баран на новые ворота. Все, ребята. Туман, а ты видел, как этот гуляк приходил, а? Черныш. Видел, да? Вот ведь гуляк, а? Но ведь, ладно, хоть есть не забывает. Где он там, не знаешь? Носятся. Загулял черный. Ладно, пусть гуляет. Самое главное, мы с бабушкой радуемся. Пришел. Пришел поесть. После гулянки. Если не ошибаюсь, эти цветочки называются безвременниками. Правильно? Нет? Немного есть. Немного есть. Хорошо, хорошо. С воротами вчера закончено. Остались недоделки. Ладно, сейчас дед будет доделывать. Сейчас, мои хорошие. Сейчас. Дед немного пришел в себя, отдохнул. И сегодня день тоже держится с утра. Уже хорошо. Значит, доделаем сейчас все. Все. Если я боюсь, это хризантема, да? Так, я не отсюда шел. Не отсюда. О! Гантензи. Гантензи стали какими красными. Ах, красавица, красавица, красавица. На улице ветерок. Ладно. Бабушка сидит на кухне и шелушит орехи. Видно, какие некрупные? Это московский рубин. Она выбирает нормальные, то есть не поврежденные червяками. Нормально. Хорошие орешки, хорошие. Ах, красавица, красавица. О! 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 Э победы! О! Продолжение следует...